Вы слушаете канал жарш.клаб, пророчества и предсказания в литературных произведениях. Художественная литература многим кажется не особо важным занятием. Ведь у нее две основные функции – развлечение и публицистика. В хорошем произведении в том или ином соотношении присутствуют оба начала, в не очень хорошем проработано хотя бы одно из них. Однако временами писатели и поэты становились настоящими предсказателями. И если одни из них делали вполне объяснимые социальные, экономические или научно-технические прогнозы, то предсказания других кажутся поистине мистическими. Предсказание – М. Ю. Лермонтова Небольшое стихотворение Лермонтова так и называется «Предсказание». Написано оно в 1830 году. В нем поэт предрекает, что «России черный год» будет свергнута монархия, после чего начнется кровавая гражданская война, начнутся беззакония, голод и массовые убийства. Собственно, так и произошло после 1917 года. Вторая половина стихотворения еще интереснее – она рисует достаточно подробный портрет мощного человека, который придет в самый разгар кровавых событий. Он будет творить беззаконие теперь уже организованно, со всем цинизмом по отношению к своим новым подданным. Лермонтов указал, что на нем будет «плащ с возвышенным челом», кроме того, у него в руке будет «булатный нож». «Булат – это сталь». В этом портрете без труда угадывается фигура Сталина. Русский псевдоним «Вождя» – буквальный перевод с грузинского его настоящей фамилии Джугашвили. То есть «стальной». Предсказание Салтыкова-Щедрина «История одного города» – сатирическая повесть Салтыкова-Щедрина, которая даже сегодня читается как очень веселое произведение. Однако есть в нем и странное пророчество. Один из правителей города задумал отменить все праздники, вместо которых вводил два новых. Первый отмечался весной и был посвящен приготовлениям к предстоящим бедствиям, а второй проводился осенью и посвящался памяти уже пройденных бедствий. Большевики после прихода к власти в СССР поступили именно так. Главными государственными праздниками отныне объявлялись 1 мая – день, посвященный предстоящей «революционной борьбе», и 7 ноября – день памяти Октябрьской революции. Все остальные праздники либо теряли государственный статус, либо полностью запрещались, в первую очередь это, конечно же, религиозные торжества, Рождество, Пасха и ДР. Да и сам город Глупов до ужаса напоминает советское государство. Крупные государственные стройки, преследования вольнодумцев, пропаганда больших жертв ради «общего счастья», массовой репрессии. А также один из правителей – Угрюм Бурчеев, практически точная копия Иосифа Сталина. В другую эпоху жители Глупова сеяли по приказу правительства все, что угодно, что очень напоминает хрущевскую «кукурузную компанию» или «эксперименты» умственно отсталого сталинского министра сельского хозяйства Трофима Лысенко. Эти удивительные озарения не дают покоя даже самым отъявленным скептикам. Совпадения в литературных предсказаниях бывают настолько подробными, что их невозможно объяснить какими-то логическими доводами. Может быть, творческие люди действительно получают информацию из какого-то высшего информационного центра. . Продолжение истории читайте на сайте jah.club . Продолжение следует...